2015 год навсегда останется в истории как год 70-летия победы и оглядываясь назад мы можем с уверенностью сказать что этот юбилей объединил нас в стремлении выразить искреннюю любовь и благодарность ветеранам а понимание значимости момента объединила нас в чувстве ответственности за то каким это событие встретит город воинской славы я могу сказать то что я увидел преподавателя к празднику как каждый анапчанин я подчеркиваю каждый включился и вложил малую толику своего труда в том чтобы этот праздник прошел достойно не было ни одной школы предприятия или сельского округа где бы не старались внести свою лепту в благоустройство священных для анапы мест и восстановление памятников их приведено в порядок и отремонтировано более полусотни в них словно вдохнули новую жизнь освежили внешний облик укрепили фундаменты забетонировали площадки уложили новую плитку используя в реставрации современные материалы и архитектурно-дизайнерские решения реконструкция небывалых масштабов коснулась и главного знакового объекта сквера боевой славы в результате он стал историческим комплексом в едином стилевом решении обновленный новейшим светотехническим оборудованием современным плиточным покрытием и рулонными газонами он зазеленел посадками новых насаждений деревьев и кустарников память подвигов о наших дедах и прадедах мы выполнили эту работу в срок достойно и можем этой работой гордиться символично что в этом проекте город выразил признательность и почитание подвига сразу нескольким поколениям анапчан день 70-летия народу было необычно много настроение было исключительно праздничное о чем это говорит о том что работа в анапе ведется патриотическая большая это объединяющая идея патриотизма городу-курорту особенно необходимое в обычной жизни в будни и праздники для большой страны она пожеланный уголок для отдыха причем к морю хочется прогуляться по таким улицам приморского городка где если и не все как на зарубежных курортах то так уютно и современно как нигде а только в анапе и нам порой нужно просто сохранить и приумножить то что есть этого нигде нету у нас в анапе это паспортная страница что вот в анапе есть ореховая роща и это изюминка нашего города под строгим контролем главы города в излюбленном месте отдыха анапчан и гостей города ореховой рощи завершён монтаж новой системы автоматического полива этой весной к существующему розарию 7000 роз будет высажена еще 3000 кустов орешка и еще пять знаковых для города парков списке особо охраняемых зеленых зон краснодарского края этот список из года в год пополняется уютные уголки природы для баланса наступающей городской цивилизации станет тенистая зеленая улица горького плане архитектурным и композиции сделаны со вкусом и профессионалами но просто таких уголков хотелось бы видеть побольше немножко когда на смену провинциально скромным давно устаревшим полуразрушенным тротуаром приходят новые скверы и парки зеленые пешеходные зоны изобилие цветов аккуратные бордюры чистые улицы которые убирают в любое время года большая команда дворников а парк мусороуборочной техники пополняется машинами достойными курортного города все это быстро становится делом привычным на городе работает 85 дворников каждая улица убирается ежедневно два раза к началу курортного сезона уже будет работать более ста человек смело можно сказать что город анапа это чистый город город за которым следят привыкать хорошему и упорно бороться с привычной но порочной практикой еще три года назад самовольные многоэтажки были для анапа пугающей обыденностью триста исков за три года ушли в суды с требованием городских властей снести борьба разворачивается на месте стройки и в стенах суда верховного да такие судебные дела могут затягиваться на год полтора и больше но главное результат есть я думаю что это очень большое дело сделано зеленый сквер был нужен здесь и то что сегодня он есть это абсолютно правильно 2015 году верховный суд россии вынес решение в пользу администрации анапы по улицам евски на 18 12 этажки на калинина таманской терской 119 по субсехскому шоссе привычному но незаконному приходит конец у нас получилось я серьезно говорю если кто-то думает что мы фокусники и в один день раз рукой махнул и нет самостроев и нет обманутых дольщиков это только в мультфильмах бывает сказках это тяжелейший труд но за два года нам удалось добиться определенных результатов она постала свободнее от стихийной незаконной сезонной торговли и это факт центральный рынок годами оккупировал тротуары в худших традициях барахолки все ящики со свалки все у нас под деревьями и вот этот беспорядок узнаете действовал на нервы ведь хочется тоже лучшего мы сейчас просто отдохнули уже хотела писать благодарность мэру что наконец обратили внимание на нас люди нисколько не жалеют о том что безобразие стихийного рынка наконец-то удалось остановить хотя конечно же главная наша задача не запретить а создать условия для ведения законного бизнеса поэтому при подготовке документов особое значение внимание уделено архитектурному облику торгового объекта соблюдению потребительского законодательства в конце концов торгующие предприниматели должны понимать что они торгуют осуществлять свою деятельность курортном городе пора заканчивать и с потребительским отношением к нашему главному богатству пляжем после каждого сезона как на ладони торжество выгоды над любовью городу брошенные кафе стройматериалы мусор такие картины разорения оставляют после себя арендаторы однодневки поэтому администрации города разработан регламент по предоставлению пляжей под благоустройство первым требуем необходимым требованиям для предоставления пляжей будет заключаться в том что была произведена полная замена оборудование на пляжах тому же были оборудование туалетами бюветами пятими фонтанчиками и также душевыми кабинами кроме того нужно сказать что к нам приезжают люди в первую очередь того чтобы искупаться в море отдохнуть на песчаных пляжах и поэтому мы обязаны сделать все чтобы наши пляжи были самыми чистыми самыми красивыми самыми благоустроенными и конечно же доступными для всех категорий граждан благодаря активно работающей программе поддержки местного товаропроизводителя она поспособна встретить гостей изобилием продукции исконно возделываемые на этой земле первомайском сельском округе верхнем ханчакраке на руинах старой фермы заработала в полную мощность птицеферма небольшое предприятие с годовым объемом производства яиц в 7 миллионов штук в анапском и гайкадзорском округах возрождаются фруктовые сады на территории гастагаевского и виноградного сельских округов увеличиваются площади под новыми виноградниками витязево и анапской винодельни наших знаменитых мастеров один из ярких объектов туристического показа анапские фермеры расширяют направление по которым развивают свои хозяйства и случайно ежегодно человеком года анапчане называют настоящего хозяина работающего на земле 10 сельских округов анапы как притоки одной большой реки они достойны из-за асфальтированных дорог хороших тротуаров новых подстанций в 2015 в две с половиной тысячи домов в селах пришел газ создан большой задел и на этот год проекты строительства газопровода в вестнике просторном и усадовой балке чаще бывать на местах и согласовывать свои планы и действия с людьми вот принцип по которому сегодня работает власть главы сельских округов отчитываются перед своими жителями как выполняют их наказ жить проблемами людей это значит слышать их стала необходимость такая что на здесь сделать тротуар и в декабре месяце у меня проходил сход здесь встреча с мэром нашим сергей павлович сергеев люди обратились к нему и вот буквально после праздников даже люди честно сказать удивились так насколько оперативно сергей павлович реагировал на эту просьбу малый бизнес в нашем городе основа его экономики я хочу чтобы вы понимали что это и места в дошкольных учреждениях обеспечение комфортного обучения средних образовательных учреждениях и развития инженерной инфраструктуры развитие инженерной инфраструктуры никогда еще не шло такими темпами в прошлом году концентрация вложений и усилий строительство канализационного коллектора на пионерском проспекте современные очистные сооружения и сети водоснабжения джигинского водозабора беспрецедентные по величине вложения в анапу никогда еще город курорт не вкладывал столько сил и столько денежных средств развития сетей водоснабжения водоотведения на сегодняшний день городу даст увеличение надежности ну можно так сказать мы более надежная система водоснабжения который в летний период будет работать без аварийных и без сбоя свыше 90 миллионов рублей вложено в комплексное развитие жилых микрорайонов для многодетным гостагаевская уташе впервые это заранее продуманное добротная инфраструктура для большого жилого микрорайона само рождение которой показатель отношения власти к значимой социальной проблеме сразу 150 семей этой весной осуществят заветную мечту о собственном жилье забота многодетных семьях дает возможность сегодня вот получить практически готовое и вода и свет и газ детские сады и школы забота местных властей часть социальной нагрузки по договоренности с администрацией готов взять на себя бизнес в алексеевке на улице лазурной заложат фундамент будущего детского сада строительство ведет частник обещая безвозмездно передать объект муниципалитету и строго соблюдая требования технологии я отношусь к тому поколению который еще училась в советском союзе вот фундамент во всем как в любом деле это основа а что касается детей это наверное уже на каком-то генетического уровня передается ответственность поэтому я как-то чувствую вдвойне ответственность вот за это за этот нулевой цикл и хочется чтобы люди благодарили по инициативе властей при поддержке бизнеса обрела вторую жизнь школа витязево завершён ремонт в джигинской школе и просторном школа свое 45-летие встретила достойно отремонтированы если бы мы сюда не приехали три недели назад и не увидели а по факту по факту меня возмутило письмо здесь женщина отсюда написала и написала серий павлович приедете посмотрите после дождя и автобус у нас разве наверное сергей сергеев взял на личный контроль работы по благоустройству в центре поселка добился того чтобы в кратчайшие сроки теплотрассу проложили под землей школе теперь можно и формой современной покрасоваться школе было очень холодно и в зимнее время когда были морозы сильные заморозки дети сидели в куртках учителя работали в одежде потому что было невозможно раздеться значительные преобразования произошли в сфере здравоохранения по настоятельному требованию главы города в городской больнице было капитально отремонтировано психиатрическое отделение поликлиники курорта заработало хирургическое отделение идет ремонт дополнительных процедурных кабинетов сразу 11 специалистов по самым востребованным направлениям приехали к нам на работу мы произвели рассылку во все вузы медицинские вузы страны ну и конечно еще спасибо сергей павловичу активная кадровая политика то есть это компенсация жилья которые на им осуществляют доктора и перспективы если приедет семья муж и врач муж врач жена врач то и перспектива на квартиру микрорайонах открываются кабинеты врачей общей практики а на селе жизненно важные подразделения участковых больниц еще год назад главу города на выездной планерки в джигинке убеждали что дневной стационар здесь просто невозможен но вот она реальная уютная светлое здание которым здесь по-настоящему мечтали вопрос стоял очень остро поднимался он многократно ежегодно но из-за того что на территории поликлинического отделения не хватало нам площадей то сергей павлович нашел спонсора и мы построили дневной стационар во всех преобразованиях что прошли в анапе в прошлом году есть личный вклад ее жителей благодаря развитию движения тосов ряды активистов и неравнодушных к судьбе своего города полнятся общим делом давно стали субботники борьба за чистоту и порядок участие в решении важных общественных и политических задач курорта и кубани в сентябре анапчане выбрали главу края и новый состав местного совета депутатов избрано 27 депутатов это лучшие люди города курорта анапа которым анапчане доверили выполнять свои интересы в органах власти 30 процентов это молодые депутаты которые избраны в первый раз молодость и опыт способны решить многие вопросы выполнения тех задач которые сегодня поставлены перед депутатами 27 имен 27 народных избранников которые обладают огромным потенциалом и возможностью созидать на благо анапы и помогать ее жителям в решении насущных проблем и примеры когда две ветви власти вместе отстаивают интересы жителей есть субсехи рядом со сгоревшим дыка сохранят зеленый уголок и обсуждали этот вопрос на общественном совете и было принято решение обратиться главе города с просьбой эту зону сохранить в качестве парковой зоны сегодня у всех нас есть общее дело она постоит на пороге нового курортного сезона он не будет простым но точно успешным если каждый на своем направлении сделает все к этому возможно преимущество анапы в уникальном климате сильнейшей лечебной базе подкреплять улучшенным сервисом созданием комфортных условий для лечения и новыми предложениями в туристской экскурсионной сфере это значит выходить на мировой уровень она пойти как ваш феррари который стоит в гараже потому что вы играли красиво машина но иметь феррари который может бегать на автодороге не интересно поэтому думаю что ваша феррари будет должна там бегать и должна ходить по дорогам мира курорт это тяжелейший труд где общая картина складывается из решений ежедневных городских проблем и работы на перспективу волей-неволей все внимание обращено на человека стоящего у руля вы видите еще раз хочу подчеркнуть что многое делается хотелось бы сделать больше поверьте я каждый день слышу и упреки в адрес власти и замечания и все пропускаю через себя очень тяжело это делать но я сегодня не хочу жаловаться и говорить я сам выбрал этот путь но ваше сегодняшнее присутствие ваши наставления дают нам силы делать много и я вам обещаю что мы будем делать еще больше год 70-летия победы завершён он стал историей но та идея что объединила нас и дала импульс для созидания вселила и уверенность своих силах и надежду на то что все мы понимаем каким хотим видеть свой город